Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Итак, чувствую себя как в коме, пишите вы. И уже несколько месяцев подряд я чувствую себя так, как будто происходящее мне снится. Есть механизм довольно такой, распространенный среди психологического сообщества. И есть механизм достаточно хорошо описанный в литературе. Вот вы можете совершенно спокойно с этим механизмом. Ознакомиться с этим механизмом называется дереализация. Когда человек специально или нет, как правило нет, как правило это происходит не специально, человек себя практически целенаправленно отстраняет от мира, вот, или направленно себя практически отдаляет от окружающего, вот, помещая себя в некий такой вакуум. Механизм дереализации, как и в принципе любой механизм защиты, представляет из себя, собственно, функцию психики, которая нацелена на то, чтобы сохранить себя, то есть психику, ну вот, скажем так, в определенном состоянии. И здесь, судя по всему, вы говорите о некотором переизбытке определенных эмоций своих. Вы здесь говорите об определенном переизбытке чувств своих, которые, судя по вашему описанию, причиняют вам или причиняют, или причиняют, достаточно много, достаточно ощутимый для вас негатив. На мой взгляд это очень важно, потому что то, от чего вы, к примеру, защищаетесь через механизм дереализации, как правило, человеком отрицается, как правило, человеком не отрицается, интегрируется в его картину, в его картинку мира, вот. И, соответственно, делается, как бы вид, вид, делается такая вот своего рода стратегия, создается, что вот есть все, кроме, там, условно говоря, условно говоря, этой ситуации. И вы, если внимательно перечитаете свой текст, вы увидите, что чрезвычайно, чрезвычайно много, вы уделяете внимание вашему состоянию. Нет, конечно, это не плохо, и это в данном случае более чем понятно. Но важно немножко другое, что первая причина за подобными аспектами, первая причина, как правило, к сожалению, теряется. И вам, на мой взгляд, первое, что нужно, это увидеть то, что послушало основанием, первоисточником для начала такой вашей реакции. Естественно, и само состояние необходимо поисследовать и поплаживать. Вполне вероятно, что здесь мы также найдем много интересных моментов, да, много интересных фактов, вполне возможно. Но, на мой взгляд, начало, это на то и начало, чтобы начинать с некой такой точки отсчета. Вот. Сейчас, как бы, этой точки отсчета у нас нет, хотя косвенно вы этого касаетесь. Как будто бы я никак не могу проснуться, то есть и вы. Ну, надеюсь, волей-неволей возникает к вам вопрос. Он покажется немножко странным, может быть даже противоречивым, но тем не менее. А зачем вам просыпаться? Для чего вам просыпаться? И честно сейчас, как это не парадоксально может быть звучит, Ну, и человек просыпается всегда ради чего-то. Он не будет просыпаться просто так или без ничего. Непонятно для чего. Поэтому, если вы говорите о том, что не можете проснуться, Ну, все, давайте вспомним себя, а если вам ради чего просыпаться. Потому что, если просыпаться вам не ради чего, вот потому-то вы и не просыпаетесь. То здесь все довольно таки, скажем так, здесь все довольно таки просто. Если мне есть ради чего просыпаться, я просыпаюсь. Если мне не ради чего просыпаться, я не просыпаюсь. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень важно для себя это зафиксировать. Да? Спросить себя про что-то, допустим, Допустим, связанное с мотивацией. Типа у меня продолжительная кома. Ну, у вас не кома. Тут немножко другое, но сравнение вполне подходящее. Мое сознание разбушевало в своих фантазиях, рисуя жуткие сновидения про коронавирус, дистанционку и прочие неприятности. Ну, вот здесь, надеюсь, возникает следующий вопрос. Понятно, что ситуация с коронавирусом неприятная и неприятная для всех. Это правда и этот факт, в общем и целом, отрицать довольно-таки бессмысленно. Но, вместе с тем, вместе с тем, возникает и, на мой взгляд, другой вопрос. Почему для вас это вышло на первый план? Дистанционка и коронавирус. В том смысле, что не получилось ли здесь так, что только это, в смысле, дистанционка и коронавирус, является для вас очень важными в жизни. Не случилось ли так, что до этого у вас в жизни не так очень много было чего-то, что вам интересно. Не так очень много у вас в жизни было чего-то, что вас привлекало, чего-то, что вас вдохновляло, чего-то, что дарило вам ощущение вот этого, вот этой жизни, жизни. Если это так, то, в первый взгляд, необходимо обратить внимание на данный аспект. Да, безусловно, то, что происходит, неприятно. И, безусловно, то, что происходит, мягко говоря, небезопасно для людей. Но, важно другое, что вы создаете ощущение, как будто бы кроме этого ничего важнее у вас нет. И вот это, вот этот момент, как раз таки, является очень важным, потому что он волей-неволей наводит на вопрос. А как вы реализуетесь в жизни сейчас? А чем вы увлекаетесь и вдохновляетесь в своей жизни сейчас? Что вам нравится в вашей жизни сейчас? Дальше. Идем. Значит, жуткие сновидения про коронавирус и неприятности, как правило, связаны с тем, что у человека есть некоторое количество агрессии, некоторое количество подавленной агрессии, подавляемой им агрессии, которую человек отказывается для себя признавать. Ну, или можно сказать так, факт, который человек отказывается для себя признавать. По тем или иным причинам. Поэтому здесь я обращаюсь к тому, опять же, как вы живете. Здесь я обращаюсь, опять же, к тому, как вы организуете свою жизнь. Здесь я обращаюсь к тому, как вы обращаетесь со своей жизнью. Чтобы понять, насколько вы заботитесь о себе. Или вообще не заботитесь, например, о себе. То есть это, на мой взгляд, очень важный момент. Почему? Потому что подобные мысли, на первый взгляд, кажущиеся нерациональным, по факту являются следствием подавленных у вами чувств, которые вы считаете внешними, неправильными, вредными для себя. А может быть теми, которые, ну, как-то вас, например, дискредитируют и так далее. Это очень важный момент. Потому что если вы не уделяете в полной мере этому внимание, если вы не придаете этому полной мере значение, то нет, к сожалению, ничего удивительного в том, что по итогу мы имеем вот такие у вас проблемы. Если агрессия подавляется и скрывается, если злость какая-то не находит своего естественного, например, выхода, то, конечно же, тут у нас возникает, ну, вот такая вот проблематика, такое вот противоречие. Дальше. Время пролетает как будто вне моего сознания. Я не заметил, как прославленная, вообще большая часть весны. Я как будто все это время проспала. Но опять же, если мир вам угрожает, если вы чувствуете, что мир не дружелюбен, то нет ничего удивительного в том, что вы хотите спать. Потому что таким образом опять-таки ваше сознание вас защищает. В известной степени, в известной степени, ваше сознание, оно, подсознание точнее, оно живет своей жизнью и выполняет те функции, которые кажутся разумными ему. Ну, немножечко, увы, архаичной, я бы даже сказал, может быть, гиперболизированной формы. Поэтому здесь простой механизм психики ваш задействован. Но этот механизм психики вы не контролируете, ну, по понятным причинам, да. То есть, понятно, я надеюсь, почему. Вот, потому что это происходит ваше сознание. Но, тем не менее, как мы можем видеть, это весьма, ну, весьма существенно на вас влияет. На то, что вот вы чувствуете, вот, собственно говоря, те проблемы, которые, которые, ну, ощущаются, да. Вот, и, как бы, что с этим делать, вообще-то говоря, не совсем понятно. Вот, как раз, психологи для этого и работают. Я помню, все события, они, мне кажется, не настоящими и с новидением. Ну, и тут вы отстраняете. Смотрегает сознание, что быть искомо, сидит глаза в больнице и услышит, что, типа, вы попали в аварию, полегково. Ну, это про потребность во внимании, которая, скорее всего, остается неудовлетворенной. Здесь у меня не получается. Вым я понимаю, что живу в реальности и как мне вернуть ощущения реальности. Ну, повторюсь, психотерапию здесь. Помню, психотерапия именно в тех моментах, которые я вам описал, да. То есть, вот, тут, мне кажется, какие-то вот, ну, отдельные советы или отдельные, если хотите, рекомендации вам просто-напросто не помогут. Потому что, не знаю, ваша история, ваша, не знаю, история вашей жизни и так далее. Я уверен, что, если сейчас вы, ну, чувствуете, например, себя вот такой, несколько аморфный. То, я думаю, что при некотором, ну, рассмотрении, да, если вот вам, ну, позволить, например, как-то вот себя, ну, побольше проявить. То, мне кажется, что есть множество вещей, которые вам не нравятся. Есть множество вещей, которые вы, ну, как-то вот, которые вас, ну, может быть, прогнируют, да. То есть, я не уверен, конечно, в том, что это именно та формулировка, которую я бы хотел использовать сейчас. Ну, думаю, что для начала этого все будет неплохо. Я бы таким образом хотел бы сказать, что отказаться от поисков, выпрыгнуть и обратить внимание на свои потребности, да. Как раз, как раз на свои, может быть, некоторую противоречивость в том, что вы делаете некоторые конфликты внутренние и так далее. Сейчас я, наверное, скажу не очень приятную вещь, но, вероятно, вам не особо хочется чего-то делать, раз коронавирус и дистанционка, как вы говорите, является для вас чем-то страшным. Потому что человек, который, как мне кажется, увлечен тем, что он делает, человек, которому нравится заниматься тем, что он делает. Ну, подобные неприятности, конечно, они для него какую-то роль, естественно, играют, полностью игнорировать это невозможно, в принципе, да и не нужно, потому что опасно. Но, по большому счету, глобальная деятельность человека, скорее всего, не прорвется. Понятно, что вы можете сказать, например, что, ну, как же так? Как я, например, люблю путешествовать, а из-за этого я больше путешествовать не могу, как же это может не влиять, там, например, на меня и так далее? И, наверное, в какой степени вы будете правы. Теперь вопрос, скорее, больше такого своего рода, ну, творческого подхода. То есть вы или естественным образом адаптируетесь под меняющиеся обстоятельства, под меняющиеся условия, потому что от вас не зависит то, что происходит в реальном мире, например, да? Ну, реально, в объективном мире от вас это никак не зависит, вы не можете ничего с этим сделать, вот. Или вы не адаптируетесь, боретесь, уходите в некоторое сопротивление, уходите в некоторую борьбу, вот, сорвется, не истощаетесь и, так или иначе, проигрываете. Потому что, ну, по-другому, к сожалению, не бывает, вот. Я думаю, что вам это будет признать нелегко. Я думаю, что, скорее всего, вам захочется поспорить, вам захочется, ну, как-то вот что-то возразить, вот. И это, в принципе, совершенно нормально, вот. Но только, мне кажется, стоит задать себе вопрос. Решает ли это реально мою проблему? Решает ли это, вот, если я, например, буду спорить, решает ли это мои трудности? Вот, ну, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, в споре истина не рождается. Если я, допустим, вижу, что вы, к примеру, ведете себя несколько, вот, скажем так, деструктивно, да, по отношению к себе, я вам на это говорю. Например, деструкция проявляется в том, что вы пытаетесь проснуться, то есть резко изменить, ну, вот, свою, ну, можно сказать, модель поведения, да, то есть, чтобы все было как раньше. Нет. Как раньше все не будет, потому что, если бы все могло быть как раньше, то вы бы и не изменились бы, то есть, с вами бы ничего такого не произошло. Но, поскольку с вами произошло как раз то, что произошло, это значит, что вы изменились, значит, последующие изменения будут такими же, такими же, не быстрыми. Вот. Почему, почему я говорю, что изменения не быстрые, потому что, да, вам кажется, что вы впали в поле кома, но вы просто были невнимательны к себе. Это не кома. Скорее всего, вы привысли. Это, скорее всего, именно привычка находиться в таком состоянии. Думаю, что вначале это было некоторое другое состояние, которое, которое вами не интерпретировалось как кома, да, вами это, скорее всего, интерпретировалось несколько иначе. Вот. Но, как бы, со временем, когда, со временем, когда это стало ходить в образ жизни, вот, вашей, вы это стали замечать как такое вот состояние. Вот это все, повторюсь, вполне логично и вполне реально. Вот. Естественно, если, если вам это сильно мешает жить, то имеет смысл обратиться к врачу, вот, имеет смысл обратиться за медицинской помощью, потому что, возможно, ну, бывает такое, что медикаментозное лечение дает некий старт человеку, некий старт психике, а уже на психотерапии, вот, этот старт приобретает, ну, скажем так, дальнейшее движение вперед. Вот. Если вам это по ощущениям мешает не слишком, то я бы рекомендовал, конечно, бы в первую очередь именно психотерапию для исследования и изучения того, что с вами происходит. И со временем вы будете видеть, что меняет, со временем вы будете видеть, что у вас появился там какой-то вот лучик, скажем так, у вас там появилось, ну, такое вот что-то более яркое, чем вот. Вот. Было до этого. Вот. Вы видите, что у вас там что-то изменилось, там вы что-то заметили, а может быть, может быть, у вас уже сейчас что-то такое есть, просто вы этого не замечаете. И если вы заметили, если вы заметили, то на этом мы будем реагировать. Реакция – это риск, вот, а рисковать страшно, к сожалению, к сожалению. Вот. Поэтому вы и, может быть, пытаетесь этого избежать. То есть, поймите, Паша, поймите, пожалуйста, мою мысль, которая заключается в том, что у вашего состояния есть то, что называется вторичной выгодой. Вторичная выгода – это как раз вот то, что вы получаете от того, что находитесь в этом состоянии. Даже если оно вам как-то не нравится, даже если оно вас как-то не устраивает, вот все равно вы находясь в состоянии, все равно кто-то для себя получает. Вот. Поэтому честность, ну, ваша вот честность с собой, вот, в первую очередь, станет тем фонариком, который вы сможете использовать для раскрытия своей, раскрытия тех аспектов своей жизни, которые я сейчас от вас усказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...